Котлы рассчитаны таким образом, что должны все дома быть. А здесь из 12 домов построили только один. Если котельная запускает один котел из трех для того, чтобы нам в этот дом воду предоставить, она затрачивает полтора миллиона, а получает с жителей за эту воду потребленную 350 тысяч. Это при условии стопроцентной оплаты, если дом заплатит. Вы можете себе представить? То есть у них почти миллион двести убыток, об этом знают все. Ребята, которые обслуживают эту котельную, сказали, если вы нас будете заставлять давать горячую воду, мы просто уйдем и не будет даже тепла в этом доме. Субтитры сделал DimaTorzok Вообще, котельная подает нам теплоноситель. Горячая вода, которая заходит в дом и сразу выходит. У нас в подвале находятся теплообменники, которые из этого теплоносителя греют холодную воду, которая в доме есть, и уже непосредственно подаем ее в квартиры. Но за счет того, что который теплоноситель заходит в дом, он не соответствует нормативам для подготовки горячей воды. Поэтому, собственно говоря, горячей воды нет. В летний период, то есть когда топительный сезон вообще нет, ее вообще нет горячей воды. Один клапан содержания жилья мы можем приобрести, а второй клапан придется приобретать дополнительные средства и решать, и голосовать. Все оборудование этого дома – это собственность жителей. Поэтому, если оно пропало, восстанавливать его кто должны? То есть это 383 тысячи 264 рубля. Это за обыклатные? Да, за обыклатные. То имущество, которое является общим имуществом, в общем, мы его вам передаем для эксплуатации, правильно? И нанимаем вас, как исполнителей, подача там тепла, уборка и так далее. Раз мы вам передали его, ответственность за то, что замки такие-таки и такие-то, или кто-то украл, понятно, это форс-мажор, все-таки должны есть и управляющие компании. Вы нам передали какие замки? Какие замки вы собирали? Эти замки не стояли. Где-то написано в законе, что мы должны нести, кто украл. У вас в квартире украли, вам кто-то возмещает за это? Это частная собственность. А это так? И это частная ваша собственность. Я понимаю. И несем вот вместе, все вместе с вами, мы несем за это ответ. Но мы вам передаем это имущество для эксплуатации. Для эксплуатации, но не для охраны, понимаете? Все отношения, которые между нами с вами выстроены, они регулируются минимальным печем оказания услуг. И там нет никакой охраны, понимаете? Мы отвечаем за работоспособность данного оборудования. За охрану тоже, не надо говорить ничего. За охрану мы не отвечаем. Практически шаговой доступности нет здесь в магазинах. Конечно, перегружены еще стоянки. Тут хотелось бы, чтобы у нас остановку бы сделали. А что вы сказали? Ну это, да, ракушку. Ракушку, да. Ну какую-нибудь ракушку, а то дождь, снег где-то спрятаться. Транспорт вообще не очень так, так сказать, хорошо ходит. Большие перерывы между ними. Лавочки новые поставить, сделать дополнительное освещение по периметру здания. И если собственники проголосуют, закрыть придомовую территорию, ограждение поставить. Продолжение следует...